Афганистан. Центральный горный район. Конвой выдвинулся в путь. Нам нужно срочно обезопасить эту область. Так точно. Здесь в последний раз дрон подавал сигнал. Надо все проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брось оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующий раз ты, приманка. Бандит, три-четыре, задание выполнено. Повторяю, задание выполнено. Вас понял. Уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старожевая застава «Бульдог». Четыре пропущенных звонка от Софи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время пришло. Пап, что происходит? Что происходит? Уже произошло. Приветик. Привет, малыш. Вау. Вау. Он прекрасен. Да. Он уже почти говорит. Да? Да, я думаю, что слышала, как он сказал папочке, лучше приехать, маме нужна помощь в смене подгузников. Скоро, малыш. Через три месяца. Боже, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Привет, Маршал! Привет, Маршал! Мы скучаем. Что, она родила? Да. Не может быть. Поздравляю. Страшненький. Точно твой. Думаешь, продлить контракт? Не знаю. Думаешь, Софи будет рада, если ты останешься? Не знаю. Что будешь делать, если не знаешь? Я понял, ты не знаешь. Сержант! Сержант! Я знаю, где вас видел, сэр. Он выиграл 450-й класс Лоретте Линн в 15-м. Все думали, что выиграет Курт Уолкер. Дай посмотреть. Хорошая фотка. Так вот, что ты скрывал от нас, Беннет. Вы могли стать профессионалом. Что вы здесь делаете? Мне неинтересно кататься за кубки. Кубки? А как же деньги? И девушки. У меня есть девушка. И деньги? Я всегда хотел служить. Я понял, что всегда хотел стать разведчиком. Нет, это я понял. Я тоже отказался от хорошей работы. Менеджер. Так и было. Мы уничтожили это место пару месяцев назад. Спутник снова показывает здесь активность. Почувствовал? Да. Кто-то готовит. Бандит 3-2, цель обнаружена. Задание будет выполнено. Пошли. Задание будет выполнено. Задание будет выполнено. Райли. Американец! Дайо! Дайо! Барседа! Райли! Кляжи! Американец! Американец! Чёрт! Чёрт! Райли, не вставай! Патруль, атака! Не вставай, Райли! Держись! Бандит 3-2, это Альфа-2-5. Орёл спустился, повторяю. Орёл спустился. Альфа-2, это Альфа-2-5. Цель под обстрелом врага. Нужны силы быстрого реагирования. Альфа-5 понял. Силы быстрого реагирования уже в пути. Ты как? В порядке? Да. Давай. Пойдём. Райли, держись. Почти на месте. Ты справишься. Как себя чувствуете, сержант? Сержант? Райли. Где Райли? Он в операционной. Провёл там всю ночь. Врачи делают всё возможное. Но... Честно говоря... Дела плохи. Есть ещё кое-что, о чём мне надо рассказать. Нам удалось спасти вам ногу. Но у вас множественные переломы. Нельзя точно знать, срастутся ли они правильно. Поэтому я предлагаю удалить под таранный сустав пяточной кости. Это единственный способ снова начать ходить без боли. Но? Но галеностопный сустав больше не будет двигаться. Нельзя будет ездить на мотоцикле. Нет, спасибо. Я бы не допустил этого в любом случае. Может... Стоит подумать над этим? Не надо. Я рискну. Я думаю, вы не понимаете всю серьёзность ваших травм, сержант. Даже если всё срастётся. У вас стоит стержень в спине. В ноге винты. Вы не можете остаться в армии. Я буду требовать, чтобы вас уволили по состоянию здоровья. Мне жаль. Год спустя. Беннет, кейкс готов? Да, почти закончил. Приятель, приятель, давай я тебе помогу. Я сам всё в порядке. Слушай, если ты поранишься в моём магазине, Софи забьёт меня. И я заплачу, а я ещё тут плакса. За это стыдно. Хорошо. Ты знаешь, кто это? Эй, ты как? Я ничего не чувствую. Совсем ничего? Совсем. Врач не знает, вернёт ли чувствительность. Продолжай проходить физиотерапию. Кто этот парень? Это младший брат Курта Уолкера, Крис. Он теперь тоже гонщик. Правда? Хороший. Ну, он получает небольшое финансирование от моего кузена. Так что, наверное, да. В этом году он участвует в гонках. Но он не такой быстрый, как ты в его годы. Это я точно могу сказать. Посмотрим, как он покажет себя. Ты в порядке, приятель? Да. Спасибо. До завтра. Что помог. Маршал, подожди. Софи, я сам. Нет, 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 нет. Всё хорошо. Погоди. Детка. Остановись. Садись. Давай сюда. Спасибо. Да. Сил. Софи. Сайрус. 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 Справишься? Получается? Почему ты не дал мне помочь тебе? Ты уверен? Ладно, хорошо. Эй. Привет, папа. Привет, приятель. Как он? О, с ним всё хорошо. Да? Да, мы с ним разговариваем. Что это? Что это? Трактор. Трактор. Вы слышали его? Слышали? Это трактор. Правильно, приятель. Молодец. А где папочка? Харли. Поздороваешься? Харли. Пойдёшь к папе? Осторожно. Давай, всё хорошо. Ты в порядке? Хорошо. Смотри, какой щенок, видишь? Давай. Харли. Тише, парень. Харли. Харли. Ну ладно, мне кажется, что... Всё хорошо, правда. Давай, держу. С ним всё в порядке. Ты как? Ну, ты знаешь. Да. Ещё один день. Куда он идёт? Прошу, попробуй это ради меня. Немножко. Давай, прошу тебя, немного. Остался пармезан? Погоди, сиди, я сама. Софи, я могу? Я принесу. Приятель, всё хорошо? Что-нибудь слышно из госпиталя ветеранов? Спасибо. То же самое, что и в прошлый раз. Ведётся работа. Кэл, клянусь, когда он получит инвалидность, мы сможем больше помогать. Ну, если эта засуха не прекратится, это будет уже неважно. Цена на корм снова выросла. Что будешь делать? Ну, тут нечего делать. У нас должен быть органический корм, чтобы сохранить органический статус. Придётся многих уволить и просыпаться раньше. Ты пришёл вчера поздно, что-то случилось? Нужно было заменить насос в цистерне. Да. Помощь нужна? Малыш. Софи, перестань. Я согласилась, чтобы ты ремонтировала мотоциклы, но не хочу, чтобы ты рисковал. Цена там... Нет, всё в порядке. Не надо так со мной, ладно? Ой, только не ври мне. Мы знаем, что через две минуты ты будешь там. Софи, я должен вести активный образ жизни. Я не могу сидеть везде. Не надо рисковать. И закончили разговор. Мне кажется, можно говорить... Мне нужно готовиться к занятию. Спасибо. Я тут выйду ненадолго, маршал. Хорошо, пап. Всё хорошо. Всё хорошо. Пошли. Хорошо, приятель. Будешь спать? Пошли. Маршал! Ты в порядке? Да, всё хорошо. Ты не ранен? Нет. Уверен? Да. Точно тебе не надо ехать в больницу? Я в порядке, пап, просто... Я просто не могу вкрутить лампочку. Да ладно тебе, на всё надо время. Нужно время. Эй-эй-эй-эй. Всё хорошо, приятель. Я не смог вкрутить лампочку. Всё хорошо. Нужно время, сынок. Не смог вкрутить. Беннет, ты уже закончил с Кейтием? Почему не позвал? Я справился. Что на бед? Слушай, а тебе не кажется странным, что ты воевал с арабами, а теперь работаешь на одного из них? Как думаешь, ты встречался там с моими родственниками? Ты идиот. Нет, серьёзно, у меня есть кузен Махмуд. Уже давно ничего о нём не слышал. Думаешь, есть шанс, что ты застрелил парня по имени Махмуд? Знаешь, одна бровь, большой нос, пухлый живот. Знаешь, он увлекался терроризмом. Может, это не стоит твоего внимания, но ты мог бы узнать. Я знаю, ты думаешь, что белые парни ничего не знают о географии, но твоя семья из Ирана. Значит, ты персенер, так как Иран части Азии, тут и Азиат. О, теперь понятно, почему я люблю Понзу. Хочу сказать спасибо. За что? Ты дал мне работу. Здесь мало клиентов, и я тебе не нужен. Это не благотворительность. Ты чинишь двигатели быстрее всех, кого я знаю. Я плачу тебе за час работы. Так что это вроде как работает. Да, хорошо. Твои ноги уже лучше? Почти. Ты не думал стать инструктором? Мог бы зарабатывать 100-150 баксов в час. Немного больше, чем я плачу. Немного? Ты бы понравился детям. Сейчас многие этим занимаются, и я никому не интересен. Ты сошел с ума? Думаешь, люди снова увидят тебя на трассе в прежней форме? Легче сказать, чем сделать. Сегодня можно закрыться пораньше. Почему? Потому что это Крис, и мой кузен Амир Паша Абдулла Гарахасанлу Рохи. Его знают как Тони Пантера. Он здесь не для того, чтобы поздороваться. У вас врага? Я был главным в его гоночной команде, но он вспыльчивый. Он ввязывался в драке. И, скажем так, это плохо закончилось. Теперь у него своя команда. Если речь идет о байках, ему нравится тратить на них деньги, так что улыбайся. Так вот где умирают мечты. Тони. Как всегда, милый. Сайрус. По-прежнему нежный цветок. У свиней не было шансов. Он держал Биг Мак в руках. Беннет? Привет, Порт. С этим парнем было непросто на трассе. Я помню. Поздравляю тебя. Спасибо. Слышал, ты служил в армии. Был удивлен. Но ты вернулся целым оттуда. Это хорошо. Рад тебя видеть. Ну, и чем я могу помочь вам, ребята? Нужны тормоза для Кэйкса. Передние и задние. А ты как думаешь? Хорошо. Понял. Идите за мной. Включаешь третью передачу, прыжок. Потом резко налево. Здесь тебя всегда догоняют. С этим надо что-то делать. Неправда. Да, это тебе не игрушки. Не выпендривайся. Немного развлеки толпу. Знаю, тебе кажется, что ты супергерой, но ты теряешь время. Да, да. С установкой получится 8 тысяч долларов. Здорово. Держи колеса на земле. Так будет быстрее. Послушай, брата придурок, он профи. Тебе приходится быстро тормозить, потом ты поздно поворачиваешь, потому что делаешь это левой рукой. Убедись, что движения будут плавными. Да, да, я понял. Если поторопишься и будешь поворачивать левой, то выиграешь время. Да, но тогда я буду открыт. Да, это рискованно. Я думаю, это глупо. Если вы, парни, завезете завтра свой байк, к выходным все будет готово. Знаешь, если сзади всего один парень, дай ему проехать. Преследуешь его, нажимаешь на газ и проскальзываешь мимо него перед следующим поворотом. Беннетт, спасибо, но я пытаюсь научить Криса, как надо правильно делать. Да, да, прости, конечно. Я так делал на трассе, просто хотел помочь. Да, без обид, Беннетт, но, как ты сказал, это было давно. А я думаю, что Маршал хотел сказать, что в каждой гонке он был быстрее всех, так что он знает, о чем он говорит. Да, но Курт мастер своего дела. Весь сезон. Мастер или нет? Сэр, все в порядке. Мастер или нет, но он говорит дело. Послушайте Маршала, и вы сможете выиграть время. Хорошо, вот что я скажу. Просрочите заказ, тогда я буду с вами разбираться. Хорошо, пошли, ребята. Да. Дамы, уходим. Не надо было этого делать. К черту их. Готов? Кто это? Кто это? На днех я видела преподавателя, которому было совершенно все равно, что делала лошадь. Точно так же, как ты мне показывал. Уши лошади двигались вперед-назад. Я говорил, что этому не научат в ветеринарной школе. Лошадь явно была о чем-то очень озабочена. Мамочка думает, что это из-за помощника, который не мылся и от него воняло. От него воняло? Нужно принять душ. Ну же. А то воняет. Ты такой вонячка. Хочешь в душ? Я знаю, пришло время душа. Ну-ка, пойдем наверх. Скажи всем спокойной ночи. Засыпай, хорошо? Хорошо. Это последний. Хорошо. Так, хорошо. Еще один. Отлично. Да, вот в чем проблема. Сейчас исправим. Хорошо. Давай. Хорошо, можешь здесь подержать? Здесь? Да, здесь. Держишь? Да, да. Хорошо. Тебя что-то беспокоит? Сегодня в магазин приходил Курт Уолкер. Да. А ты что? Я собираюсь продать эту штуку. И что будешь без нее делать? Да не имеет значения. Мне нечем платить за ипотеку. Почему ты ничего не сказал? Сколько? Чуть больше пяти тысяч. Да, хорошо. Мы с Софи скопили две тысячи. Да, и тратить их не надо. Если не будет дождя, то все пропало. Я хотел оставить этот дом вам. Нет, нет, все в порядке, пап. Нет, Маршал, все не в порядке. Я не в порядке. Боже. Ох, прости меня. У меня грязные руки. Все в порядке. Нет, нет. Ох, прости, приятель. Вроде выглядит целый. Как больно. Болит, пап. Болит. Вот видишь? Потребовалось время. Мы уже устали. Все из рук валится. Я думаю, что нам пора поспать. Завтра поговорим об этом. Да. Ладно. Хорошо. Я все уберу. Уверен? Да. Да. Просто посмотри, как там Рэй-Рэй. Сделаю. Хорошо. Больно? Больно, да. Спокойной ночи. И тебе, пап. А-а-а. 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 О, чёрт. Ну, ладно. Ну, погнали. Давай, давай. И где же он? Ты бесишь. Это не смешно. Привет. Приветик. Ты меня ждал всего минуту? Я знаю. Детка, нет, нет, твоя нога, нога. Женщина, всё хорошо с тобой. Я набрала пару фунтов после Рэй-Рэя. Да, ты поднабрала. Это грубо. Ну, придётся как-то и сжечь. Да? Ну, ладно. И что это на тебя нашло? Так, скажу завтра. Ладно. Инструктор? Так ты будешь ездить на байке? Да, просто буду с детишками кататься. Но это же неоправданный риск. Нам нужны деньги. Маршал, мы справимся. Господи, у меня правда нет на это времени. Софи, папа взял заём в банке. О чём ты? Это всего лишь подработка. Пару занятий в неделю, у нас будет куча денег. Нет, я против, лучше я вернусь на работу в клинику. И бросишь учёбу? Кто будет заботиться о рыбе? Да ничего, наймём мнению. Будешь работать, чтобы платить за воспитание нашего сына? В итоге ты застрынешь в клинике, а я буду чинить байки, и вот и всё. Я хочу большего, детка, я хочу, чтобы ты открыла свою клинику. Ты хоть помнишь, что говорил доктор? Ещё раз упадёшь, Маршал, ещё раз упадёшь и больше не сможешь ходить. Софи, авария на машине даст тот же эффект, но я же вожу каждый день. Клянусь тебе, если я увижу тебя на байке, я заберу сына и уеду к маме в Уллинойс. Софи, да ладно, ну дедка. Не опоздай на физиотерапию. Не опоздай на физиотерапию. Не опоздай на физиотерапию. Сарис, приходи сегодня, когда Софи уедет на учёбу. Зачем? Забери мой бак, пожалуйста. В субботу поеду на трассу, найду покупателей. Это ужасная идея. Во сколько приезжать? Музыка. 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 Это отстой. Странно, на тренировочном трассе никого. Но трасса Рэм точно занята. Так, нормально? Да, скинь ещё немного скорость. Пойду запишусь. Погнали, мужики. Давайте все. Эй, Джимми, погоди. Давай скорее, чувак. Погнали, погнали. Счастливой вам субботы, парни, и добро пожаловать на мотокросс Рэм в автодроме Гленхеллен. Осталось всего 10 минут на утреннюю тренировку. Пойдём, заоценим. Как-то многовато народу для местной гонки. Давно такого не видел. Эй, Форест! Форест! Привет. Привет, как дела? Дела отлично. Откуда сегодня столько народу? Крис Уолкер запустил в Твиттере, что сегодня будет здесь. Он гоняет? Нет, но его младший брат Крис, да. И все хотят попробовать обогнать восходящую звезду. Тот, кто победит, сегодня получит четыре тысячи. И что, думаешь, кто-то сможет? Не, никто не обгонит братьев Уолкер. Хотя лично мне они даже не нравятся. Но они собрали неплохую толпу. Ну, давай, я пойду. До скорого. Удачи, Форест. Гонщики, напоминаю, запись идёт с девяти утра. Ну и денёк мы выбрали, да? Да. Да. Что будешь делать? Приму участие. Ну да. Ага. Нет. Если сможешь хотя бы круг проехать. Эй, бродить тут это одно. А гонять с ними это уже глупо в твоём-то состоянии. Мне нужны деньги, Сэрус. Чел, я обещал Софи. Да, знаю, я разберусь. О, да. Ты будешь очень убедительным на больничной ходе. Я поеду с тобой или без тебя? Это ужасная идея. Ну всё, удачи. Спасибо. Следующий. Маршал Беннетт? Привет, Шарлотта. С возвращением. Спасибо. Держись подальше от них. И что бы там ни было, полегче на горе Уитни. Понял. Мужик, к тому же байки ещё не готов. Да всё норм. Я гонял на этой трассе. Четыре года назад. Подъезжайте к воротам. Мы скоро начинаем. А ты не мусульманин? Только рядом с бабулей. Сегодня гонка состоит из 20 кругов. И, о боже, какие это будут 20 кругов. Все местные сделали свои ставки. У всех свои фавориты. Посмотрим, кто победит. Сегодняшний Джокер – призрак прошлого. Гляди, кто здесь. Местный чемпион Рэм Мотокросса – победитель Лоретты Линн 2015 года. С тех пор мы его не видели. Дамы и господа, номер 32 – Маршал Беннетт. Я не ослышался. Он тупее, чем я думал. Дамы и господа, да начнётся гонка! Они стартовали. И Роб Поушес сразу же вырвался вперёд всех. Самые быстрые гонщики уже оторвались. Пока другие едут в задней части трассы, Крис Уолкер приближается к Робу Поушесу, борясь за лидерство. Пока. Крис Уолкер вырывается вперёд. Это был лишь вопрос времени. Твою мать! Я боюсь за него, чувак. Это позор, братан. И позади всех Маршал Беннетт изо всех сил старается продолжить гонку, пока Крис Уолкер мчит впереди всех. Мужик! Да уж, пока местные парни выбиваются из сил, Уолкер обгоняет их с лёгкости. У него совсем другой уровень. Ну вот опять. Кажется, он даже ни капли не вспотел. Крис Уолкер, похоже, обладает невероятной стойкостью. Уже половина гонки позади, а остальные гонщики всё телятся где-то позади. Давай. Молодец. Номер 32 выбился вперёд. Он больше не глотает пыль позади. Ну, давай. Посмотрите на него. Номер 32 наконец-то переключился с первой передачи. Даже не знаю, верит ли своим глазам, но Беннетт догоняет Уолкера. 32-й вырывается в первую тройку. Давай. Мужики, это невероятно. Маршал Беннетт явился из ниоткуда. Заехал на трассу, а теперь борется за первенство с нашими лучшими гонщиками. Это за первенство с нашими лучшими гонщиками. Да, давай, пацан, давай. Он прямо у него на хвосте. Не сегодня. Уолкер старается изо всех сил. Он не позволит Беннетту обогнать его. Он прямо позади. Давай скорее. Первый и 32-й просто летят. И так они выходят на следующий круг. Последний круг. Кто мог такое предвидеть? Да. Кажется, Беннетт достиг своего предела. Он отлично боролся, но Уолкера ему не обогнать. Мога. Давай, давай. Сокенсон, я знаю, что ты задумал. Попался. Давай. Беннетт обогнал Уолкера. Просто не верится. Да. Ну, давай же. Давай. Маршал Беннетт выигрывает 450 прокласс. Просто невероятно, мать вашу. Что за дичь? Сокенсон. Да. Да, дружище, это было супер. Ты в порядке? Да. Это было офигенно. Ну что, доволен, пацан? Только посмотри. Маршал Беннетт, номер 32. Спасибо, ребят. Так, скидка 32% на все мотто-товары. Я в уборную. Давай, приятель. Ты в порядке. М York solemnом. Юрий. Ну, положа кабинет. Что думаешь? Мне нравится Хорошая машина Можешь немного улучшить цену? Может быть Извини, Эрл Я буду ждать здесь Пап, что такое? Не нужно продавать её Что? Почему? Деньги есть А что ты сделал? Банк ограбил? Хуже Я выиграл И я поеду ещё Софи Пожалуйста, можешь остановиться? Детка, прошу Я не мог ему позволить продать дом Что ещё я мог сделать? Маршал, ты совсем спятил Когда ты хотел служить, я поддержала тебя Когда они отправили тебя за границу, я поддержала тебя Софи, я понимаю Когда ты травмировался, я поддержала тебя Меняла тебе бельёк, укупала тебя Я не могу опустить руки, детка Я должен знать, что хотя бы попытался И что будет с тобой лет в сорок? Я скажу тебе Ты закончишь в инвалидном кресле или ещё хуже Я знаю Я знаю Я лучше рискну, чем буду медленно умирать Я уже едва тебя не потеряла Не поступай так со мной снова Детка Софи Нет, просто Маршал, уходи Это я, дорогая Поговорим? Да Входи Ты как? Я всё слышал Присядь Давай Софи Я 22 года был женат на пилоте армейского вертолёта Так что я Очень хорошо тебя понимаю Я боялся жениться на ней, потому что боялся, что Однажды Мне постучат в дверь Как ты с этим справлялся? Да Всё довольно просто Я не представлял свою жизнь без неё Петти всю жизнь служила в армии У неё было столько заданий Что это стало для нас рутиной Пока однажды Она не пошла на тренировку А там было всякое И я Я знаю Для тебя, чёрствый старик Но в тот день Боже, в тот день моё сердце разбилось Она была любовью всей моей жизни Она подарила мне маршала И даже то, кем я являюсь Всё, что есть хорошее во мне Всё это благодаря тому времени Что мы провели вместе Так что Если мой мальчик для тебя тот самый Не позволяй страху управлять твоими решениями Удивлён, что она пустила тебя обратно Поговорим Так, будь со мной откровенен Он действительно может стать профи? Да, многие гонщики восстанавливаются после травм Даже после таких, как у него? Да, Генри, Трейк Аннард, да С переменным успехом, конечно Но каковы его шансы? Я не знаю Мне заглянуть в свой хрустальный шар? Этого недостаточно Маршалл не просто твой друг по гонкам Он отец моего ребёнка Нельзя растрачивать силы на эти детские гонки за пару сотен баксов Хочешь, чтобы я была с вами? Ладно, тогда посмотри мне в глаза И без этой твоей брехни скажи мне, что ты думаешь Давай Знаешь, почему на самом деле я нанял его? Конечно Представь, что ты владелец музыкального магазина А к тебе приходит Моцарт и просит взять на работу Так я себя чувствовал, когда он пришёл сюда Вот что я думаю, что Маршалл один из самых одарённых гонщиков Из всех, кого я когда-либо видел Ему это легко даётся Но может ли он продолжать? Да, судя по тому, что было вчера, я бы на это поставил Я отдам ему все свои деньги А ты сможешь обслуживать байк? Я был крутейшим главным техником Идеально Ты техник, а я буду менеджером Так я договорилась с Маршаллом, если хотите, чтобы я была с вами Так или никак Мы договорились? Не уверен, что женщина у руля это хорошо Может, это только моё мнение, но в моей стране женщин видно, но не слышно Хотя даже не видно Итак, тебе нужно 60 баллов АМА, чтобы получить гоночную лицензию и стать профи Для этого нужно финишировать в тройке лучших в четырёх квалификационных гонках У тебя есть навык, но нет выдержки Если бы Волкер с самого начала гнал во всю силу, он бы тебя сделал, тебе нужно восстановить форму Чем ты сильнее, тем в большей ты безопасности Ладно, давай Да Ну всё, папа, твоя очередь Ну нет Тебе необходимо пройти интенсивный курс кардио, прежде чем снова отправляться на гонку Минимизируем затраты на перелёты, только местные гонки Подберём тебе лучшее снаряжение, а затем будем регулярно тренироваться на трассе Итак, этот наколенник будет очень хорошо поддерживать и даже повысит гибкость Ну как оно? Хорошо Да? Ты всё ещё немного не уклюж, нужно стать мягче Практикуй прыжки, не заигрывайся, не опускай байк слишком низко Это слишком рискованно, концентрируйся на приземлении Все деньги пойдут вам в карман, чтобы вы могли сохранить дом Давай, Харли Бу! Бесишь меня Ой, извини, я тебя напугала Я тебя приручу, так и знал Ой, да? С помощью какого оружия? Самигра, Харли Уже Уже Да, держу. Эй, смотрите, кто здесь. Ладно, пойду, запишу нас. Давай, детка. Спасибо, детка. Пантера выглядит неплохо. Эй, чё, как, Диксон? Привет, видок. Кто это? Это парни Курта, механики команды Айрон Грипп. У них-то массажистка? Слушай, если так, то тут уж ты сам по себе. Что он делает? Хоть мы и приближаемся к концу гонки, сегодня ещё никто не попытался обогнать Криса Уолкера. Он просто король этой трассы. Квалификационная гонка номер один. Давай, давай, давай. Ну, давай же. Да, да. А прямо за ним Эштон, Ли и Беннет. Да, да. Ладно, ладно, это неплохо. Да, молодец. Отличная работа, чувак. Бедка, ты обогнал 20 других гонщиков. Это 18 очков. Неплохое начало. Ты просто ворвался. Да, ты огонь. Горжусь тобой, чувак. Квалификационная гонка номер два. И в тройку финалистов входят Уолкер, Макклейн и Беннет. Третье место. Это полторы тысячи баксов. Это отлично. Ты был просто невероятен. Нужно немного опустить вниз и утяжелить перед. Для поворотов. Ладно, без проблем. Я могу быть быстрее. Квалификационная гонка номер три. Ого, парни, вот это была жестокая гонка. И как только номер один Крис Уолкер смог остаться впереди. Давай. Осталось всего два круга, и Уолкер наконец-то оторвался. Давай, Крис, давай. Моя очередь. Последний круг. Не знаю, верит ли своим глазам, но Маршал Беннет догоняет Криса Уолкера. Черт. С опасной скоростью. Я иду, я иду. Поднажми, поднажми. Ты почти победил. Давай, давай. Держись. Давай, гони. Давай, детка. Давай, давай же. Давай. И Крис Уолкер с трудом одерживает за собой победу. Маршал всего на миллиметр позади. Какая жесткая гонка. Второе место, да. Огурский. Да, да, да. Проблемы с байком? Нет, он хорош. Нет, чувак, тебе просто нужно тренироваться. Ты бы подумал о своей работе. О да? О чем ты? Еще одна гонка. Если он станет профи, придется с ним разобраться. Ты молодец, чувак. Итак, команда. Дальше у нас Викторвиль. Если финишируешь в десятке, наберешь необходимые очки. Мы уже привлекли спонсоров. Вашу руку, сэр. Спасибо. Вот так. Ну-ка, давайте все вместе. Давно мы этого не делали и очень даже зря. Господь, мы благодарны за время, проведенное вместе. Спасибо тебе за крышу над нашей головой. За еду на нашем столе и самое главное – за людей рядом. Даже за Сайруса. Аминь. Аминь. Хочешь овощи? Викторвилл, Калифорния. Место здесь сложнее, чем я думал. Думаю, гнать не стоит. Ясно. Эй, можешь принести инструмент? Папочка, я 32 насчитала. Сэр, я ищу маршала. Сержант. Райли? Привет. Привет. Как я рад себя видеть. Прости, что не отвечал какое-то время. Да, все нормально. У меня что-то дела не клеились. Понимаешь? О, Ребекка хочет тебе кое-что сказать. Привет. Привет, милая. Спасибо, что вернул моего папу домой. Да не стой, дорогая. У тебя отличный папа. Спасибо. Да, конечно. Это моя жена Софи. Приветик. Мой отец Келл. Очень рада знакомству. Здравствуйте. Вон там малыш Рей-Рей и мой приятель Сейрос. Райли, рад знакомству. Очень приятно. Как узнали, что я гоняю? В общем-то, я сам снова сел за руль. Такая терапия. Правда? С группой ветеранов в Эдмакс. Вот один из них и упомянул твое имя в разговоре. Я сперва ему не поверил. Ну, я рад, что ты здесь. Беннет любит выезжать на линию. Так и виляет туда-сюда. За ним лучше глаз да глаз. Я тебя понял. На переездах ты быстрее него. Так и можешь его уделать. Внимательно. Мы справимся. Итак, битва за первое место. Беннет настроен решительно, но и Уолкер тоже не промах. Давай, вперед. Да, 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 вперед. Быстрее. Быстрее. Уолкер второй раз пытается обогнать Беннета, но снова не выходит. Осталось всего два круга. Да, 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 вот так. Да. Черт. О, Господи. Должно быть больно. Беннет вылетает за пределы трассы. Надеемся, с ним все в порядке. Сука. Иди, иди к нему, я попуду с ребенком. Посиди здесь, я скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стойте. Идем отсюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, ты урод! Я знаю, что ты сделал, чертов ты кусок дерьма. А у тебя есть яйца, парень? Или просто зрение подводит, а малыш? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай, ралли, держись! Ралли, держись! Мы почти прибыли. Ты сможешь! Перелом больше берцовой кости. И это на здоровой ноге. С такой травмой я бы не советовала гонять. Но вы уже пытались так? Да. Эти парни хуже наркоманов. Сколько ему? Я поняла вопрос. Минимум восемь недель нельзя садиться на байк. А лучше двенадцать недель. А ещё лучше больше никогда не гонять. Я завтра ещё его проверю. Спасибо. Он пропустит все отборочные. Ладно. Давай пока не будем об этом. Могу я с ним на едине минутку поговорить? Конечно. Милый. Детка. Я не знаю, о чем далеко думал. Что? Не говори так. Ты была права, это большой риск. Слишком. Не нужно. Ты ведь не можешь жить без гонок. И когда я сказала тебе да, я об этом знала. И я люблю это в тебе. Спасибо. За что? За то, что позволила попробовать. Ну-ка, подвинься. Иди ко мне. Слушай. Я думаю, мне стоит взять отдых в следующем семестре и вернуться. Нет, нет, детка, нет. Это же ненадолго. Просто, чтобы потом было полегче. Хорошо? Хорошо. 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 Когда мне станет лучше, я починю тысячу байков. Миллион детей, научу ездить на них. Я сделаю все, чтобы ты смогла учиться. Обещаю. Я люблю тебя. Я тоже тебя очень люблю. Три месяца спустя. Эй, Сайрус. Сайрус. Да. Байк почти готов. Нужна твоя помощь. Сейчас приду. Круто выглядит. Супер. Да. Отлично. А вот и обед. Софи. Сайрус. А что ты делаешь в клинике? Просишь животных показать горло? Ну, нет. Я делаю уколы, проверяю их зубы, проверяю на болезни. А что насчет кастрации? Да. Этим тоже занимаюсь. Держу пари, ты в этом хороша. Да, не забывай об этом. Ну чё, как здоровяк? Чего тебе, Тони? Я пришёл к Беннету. У меня к нему вопрос. Это всё, на что ты способен? Ты о чём? Вали отсюда, Тони. Ну как же. Да. Давай, вали, придурок. А ты куда лезешь, малышка? А ну, повтори. Выход там. Шагай уже из магазина. Я просто хотел узнать, как дела. Эй-эй-эй. Всё хорошо. Чего тебе нужно? Всё просто. Думаешь, ты смог победить братьев Уолкеров? Если бы не травмы? Да, точно. Да я бы их как тараканов размазал. Ясно. Ну... Давай покажу кое-что. Видел это? Хэнтаун, 97-й. Один придурок испортил мой байк. Вот ты заслужил пулю. Как сейчас помню. А это видел? Этой рукой я ему ещё лицо поправил. Да, это я тоже помню. Но вот чего я не делал. Я не портил тот байк. Возможно. Но теперь они не со мной. Крис ушёл из команды. У нас был договор, пока я спонсировал его. Он уже набрался опыта. Мог бы работать на Пантара Рейсинг. Но вместо этого он вместе со своим тупым братом свалил в Айронгриб. Как же я теперь хочу им обоим задницы надрать. Но знаете, как будет лучше? Позвать тебя. Наваляй ему на трассе по первое число. Ты серьёзно? Как никогда прежде. Я не могу пока что гонять. Долго? Ещё шесть недель. Перелом без смещений? Без. Супер, значит уже готов. Простите, а вы врач? Я себе сто раз кости ломал. Я отведу тебя к своему врачу. Он просто маг в буду. И ты уже скоро встанешь на ноги. Успеешь на последний отбор. На Лоретолин? Нет, я не могу себе этого позволить. Я покрою расходы. Бензин, отель, я тебя отвезу. Но тогда, через пару месяцев, на открытом мотокроссе Лукасуэл, ты должен победить. Заполучить для нас спонсоров. Маршал Беннет выигрывает Лоретолин. А какая вам выгода? Пантера Рейсинг вырастет до про уровня. Наконец-то. Ты как? Чемпионат открытого мотокросса Лукасуэл начинается на исторической трассе Гленн-Хеллен в прекрасной Калифорнии. Да, это очень известная трасса. Известная своими неровностями и препятствиями. Многие гонщики тренировались здесь весь год. Пример номер 8, Крис Уолкер. Впервые он участвует в гонке при поддержке Айрон Гриб. Готов, Рей-Рей? С нами и младший брат прошлогоднего чемпиона. Номер 88, Курт Уолкер. Да, вот его брат Крис во всех отборочных в первой тройке был. Вот так, талант передается по наследству. Я не удивлюсь, если они оба займут призовые места. Без вопросов. Супер, держи. Отлично. А как твоих дам зовут? Виктория и Ребекка. Виктория и Ребекка. Какие милые имена. Да, невероятно. Спасибо вам, дамы. Спасибо. Эй, Тони, Тони. Стой, стой, стой. Ты не подумал о том, что мы обсуждали? Софи, не обижайся. Но у тебя нет такого опыта. Ты о чем? У нас все прекрасно было, пока ты не появился. Половину сезона. Я этим 20 лет занимаюсь. Ладно, но я могу взять на себя какую-то часть. Я работаю в клинике и знаю, что такое. Ты не будешь менеджером. Я здесь менеджер. Я плачу за это сам. Еще вопросы есть? Общественные связи. Я помогу найти спонсоров. Так тебя и этому где-то обучали? Спонсоры почти всегда мужики. У меня есть сиськи. Договор. Эй, эй, скорее, скорее. Быстро смотри. Смотри туда. Айрон гриб. Так, стоять. Успокойся, здоровяк. Они сегодня не успокоятся. Это же девятый. Скоро все равно полетит из лиги. Эй, смотри, кто здесь. Привет, друг. Рад видеть. Привет, парень. Спасибо, что пришел. Я бы не пропустил. Да. Тут и группа поддержки. Да? Да. А как иначе-то? Там или хочу еще тебя. Я Джастин. Очень приятно, сержант. И мне тоже. Я Дастин. Привет. Я Брэд. Привет. Всем внимание. Рад. И я рад. Всем гонщикам по местам. Ну так что, готов? Да. Отлично. Эй, парень. Сегодня я нашел спонсоров. Спонсорские бонусы. Это пока единственный способ продержаться. Покажи себя. Впервые у нас на открытии сезона столько зрителей. Больше 20 тысяч человек. И им не терпится узнать, кто из гонщиков получит заветные 25 тысяч баксов. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Беннет, мы сюда за победой пришли. Мы с братом, и мы будем первыми. Не лезь нам под ноги. Я следил за тобой на отборочных, Крис. Мы тебя обойдем, ты и глазом моргнуть не успеешь. Да, ты точно копия своего брата. Поэтому я и твою задницу легко надеру. Вперед. Маршал Беннетт, номер 32, за ним нужно наблюдать. Но у него ведь травма. Сэр, его даже ранения в Афганистане не смогли остановить. Когда он поднимется на трибуну, подумайте о моем предложении. Хорошо. Спасибо. О, сэр, простите. Беннетт теперь новый член Пантеры. Не знаю, какие у него шансы. У него был четырехлетний перерыв, уходил на войну, вернулся с ранением. Хорошо, приятель. Я просто поражен. Ты сможешь. Как мы понимаем, отношение у Пантеры с ее бывшим членом Крисом Уолкером, так сказать, не очень. А ты тащись там, позади. Кто обгонит меня, не жилец. Осталось две минуты. Вот и наш лучший отборочный игрок Джастин Маскотт, номер 14. Выглядит уверенно. Ну, как дела? Супер. Восемь человек уже есть. И три из Парк Плакс внушают надежду. И три? Они ничего. Да, я знаю. Ты молодец. Итак, начинаем. Итак, 30 секунд, и ПРО Мотокросс в Гленхеллен начинается. Итак, набрали обороты и погнали. Вперед! На первом повороте много улетело за линию. Много падений. Тем, кто стоял, теперь станет полегче. Первый поворот всегда покажет, кто у нас больше всего денег хочет. Крис Уолкер уже пробирается вперед. Итак, проезжаем мост Ямаха, номер 48 и 14 лидируют. Из середины трассы у нас начинает лидировать Маршал Беннет. Вот так. Так, номер 14 выходит вперед на спуске Сент-Хелен. О, Беннет и Фостер сталкиваются друг с другом, проезжая мост. Номер 8 Крис Уолкер делает сильный рывок на выезде из каньона. Его брат Курт тоже не отстает, совершает большой прыжок. Номер 32 Маршал Беннет тоже не промах, хоть и застрял до этого в каньоне. Номер 88 Курт Уолкер обходит номер 79 и не сдает оборотов. Слушай, борьба сегодня очень жесткая. Тяжелый первый круг у нас был. Здесь собрались лучшие гонщики, по-другому и быть не могло. Давай, милый, вперед! Смотрите, как уверена Крис Уолкер обходит номер 121. Номер 14 Джастин Маскотт продолжает лидировать в гонке. 88 Крис Уолкер выходит на третье место, обогнав 58 номер. Я уверен, один из Уолкеров сегодня точно выйдет на трибуну. 48 постигла неудача, и теперь Беннет еще ближе к началу. Петер. На девятый круг выходит лидер гонки, номер 14. Члены команды Айрон Грипп, братья Уолкеры, держат позиции. А прямо позади них Маршал Беннет. Да, вперед, малыш! Посмотрите на Беннета. Он очень уверенно себя чувствует на трассе. Он наступает на пятки лидером гонки, выходя на первый поворот. Первый поворот. Беннет явно хочет их обойти возле этого моста. Вот так. Беннет поддает газу и обходит Курта Уолкера. Отличный ход. Кто бы мог подумать. Теперь он на третьем месте. Уже близко. Но Курт хочет вернуть себе третье место, преследуя Беннета. Выжидает время. И Курт Уолкер блокирует Беннета, сбивая его с байка. Черт возьми. 88 настроен очень агрессивно. Но Беннет не сдается. Хотя каждую секунду он теряет свои позиции. Не очень это хорошо. Беннет снова в деле. Долго же ему ехать придется. Осталось три круга. Номер 14 до сих пор лидирует. Курт и Крис Уолкер из «Айрон Гриб» следуют за ним. Вернувшись на восьмое место, Беннет летит вперед. Он все еще не сдается. Смотрите-ка, Крис пропускает своего брата. И теперь Курт соревнуется с лидером гонки «Маскотом». Еще два круга, и Крис Уолкер уже приближается к номеру 14. Он толкает Джастина с байка, и тот падает. Все, «Маскот» вылетает из гонки. Да. Курт Уолкер лидирует на данный момент. Младший брат следует за ним. Кажется, победа будет у «Айрон Гриб». Дон, смотри, какая жаркая битва за мостом. Маршал Беннет обходит сразу двоих. И теперь на третьем месте. Белый флаг позади. Последний круг. Молодец, парень. Смотри-ка, Гордон, под Беннетом просто колеса горят. Волкеры подъезжают к мосту «Ямаха». Номер 32 уже близко. У него есть четкая цель. Ты смог! Давай, Маршал. Ну вот, я и вернулся. Номер 32 вернул себе позиции. Не могу поверить. Не думаю, что третье место его устроит. Жги! Жги! Беннет снова обходит Курта Уолкера. Курт, думаю, горит от ненависти. Ничего себе, 88-й падает с байка. Беннет на втором месте. Финальная прямая. Сможет ли он обойти Крису Уолкера? Вот так. Мы видим клетчатый флаг. Вперед, милый! Он сделал. Это Беннет пролетает под Крисом Уолкером. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое. Бог ты мой. А Крис снова теряет свою позицию в самом конце. Мы в жопе. Маршал Беннет побеждает на открытом чемпионате по мотокроссу Лукас Уолл. Вот это мой мальчик. Да! Я знал, что ты сможешь. Да! Да! Регистрируйся с промокодом 25WINNER и получи эксклюзивный бонус от надежного букмекера Бэт Виннер. Это твое. Серьезно? Пантера теперь про. Спасибо, друг. Маршал, можно у тебя интервью взять? Да. Итак, Маршал, в середине гонки ты сошел с трассы. Ты думал, что сможешь вернуться? Я и понятия не имел. Но должен был попробовать. Так жесть! Есть!